2013 год выдался непростым для экономики Чувашия. Валовый региональный продукт снизился, промышленность уперлась в стену. В итоге правительство вынуждено скорректировало прогноз на 2013 год в сторону уменьшения. В частности, по индексу промышленного производства вместо 104% заложило более скромное 96%. В ноябре Министерство экономики вновь переписало прогноз, но уже со знаком «плюс». Повысило индекс промышленного производства по году с 96 до 99-100% к уровню 2012 года. В любом случае, показатель получился меньше, чем годом ранее. Тогда было 107%. Корректировку прогноза в Миннеке посчитали небеспочвенный. Расчет по-прежнему на сотрудничество со стратегическими партнерами в лице госкорпорации и подписанные с ними соглашения, в рамках которых предприятия республики получают заказы. Как выжить в условиях ВТО и как экономический спад обратить на пользу? Точки роста в новых экономических условиях искали участники 6-го экономического форума «Регионы России от стабилизации к развитию». Говорили, что добиться желаемого возможно, опираясь на грамотный менеджмент, инновации, технологическое развитие, благоприятный инвестиционный климат. Серьезным вложением в инвесткопилку стали запущенные друг за другом заводы «Ядрен молоко» и «Траковская керамика», специализирующиеся на производстве кирпича. Начало 2013 года стало настоящим испытанием для индивидуальных предпринимателей. Почти 4000 человек сбежали из бизнеса, отнесли свои свидетельства в налоговую. Связано это с тем, что изменился порядок начисления страховых взносов индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и тем, кто занимался частной практикой. А в результате выплаты существенно выросли. В защиту ИП и всех остальных, кого коснулись изменения, выступили организации от бизнеса. Правила игры частично пересмотрели, а свою лепту в общее дело внесли и институты уполномоченных по правам предпринимателей. Свой защитник у бизнес-сообщества появился и в Чувашии. Им стал Владимир Иванов, предприниматель депутат Чебоксарского горсобрания и советник главы Чувашии. Вместе с государственной должностью уполномоченного по правам предпринимателей в республике появилась инвестиционная карта. Она призвана облегчить жизнь предпринимателей, создать все условия для комфортного бизнеса. От того, как он чувствует себя в регионе, во многом зависит решение социальных вопросов, создание новых рабочих мест, уплаты налогов в бюджет. Всемирным полем для конкуренции становится качество. С него должен начинаться любой бизнес-процесс в стране, и абсолютно для всех это будет ежедневной заботой, утверждали участники 9-го межрегионального форума «Стратегия практика успешного бизнеса» и республиканской конференции, посвященной Всемирному дню и Европейской неделе качества. Представители бизнеса, власти, эксперты в течение двух дней говорили о проблемах в области качества и выстраивали стратегию, конечным итогом которой должно стать лучшее качество продукции услуг. Как создать бережливое производство, улучшить работу властей и целых отраслей. Вот только некоторые темы этой встречи. В качестве экспертов выступали представители различных институтов страны специализированных центров Роснана.